Улица Рымарская – одна из старейших улиц города. Она образована в последней четверти 17 века, когда строительство крепости было закончено, и за ее пределами стал селиться ремесленный и торговый люд. Здесь селились рымари. Дмитрий Иванович Боголей употребляет еще один вариант этого слова – лымари. Рымари занимались изготовлением кожаных ремней, конской сбруи, видимо выгодным на тот период ремеслом. Также есть мнение, что никаких рымарей по этой улице не проживало, и все их цеха находились на окраине города, поскольку само производство и выделка кожи имеет неприятный запах. Возможно, все же сами мастерские или магазины рымари работали в центре Харькова, но достоверных фактов нет. Что послужило причиной названия улицы Рымарской – неизвестно, но некоторые факты могут также считаться основными. Есть еще пару версий, по которым улицу именуют Рымар. Старший цеха рымарей был по фамилии Лымарь, а один из солдат военного гарнизона города Харькова, проживавший на этой улице с семьей, был по фамилии Рымаренко. По сути, сама улица сформировалась еще до середины 18 столетия, примерно до 1760 года. Жили на ней сотенные, и дома стояли только по правую сторону, с четными номерами. Сама улица не носила официального названия. К концу XVIII века по улице стали вести застройку приезжие купцы и помещики. Улица Рымарская была названа в период упорядочивания в городе домов и присвоения официальных названий улицам Харькова. Бахтин, будучи губернатором Харькова в 1804 году, поручил составить план города со всеми наименованиями улиц. Так и появилось название улица Рымарская. Рымарская была единожды переименована на улицу Клары Цеткин, одной из основательниц компартии Германии и активного борца за права женщин. Только после войны улице вернулось старое название. В доме номер 4, сохранившемся до наших дней, в 1799-1805 годах проживал Егор Урюпин, в то время Харьковский городской голова. Сегодня это историко-архитектурный памятник, городская усадьба конца XVIII века. В доме номер 1, по улице Рымарской, в маленькой чердачной комнатушке, которую занимал в 1950-х годах Борис Алексеевич Чичибабин, встречались харьковские любители поэзии, организуя литературные среды. В доме номер 3, дробь 5, в арендованной квартире из пяти комнат в 1901 году была открыта первая в Украине палатка Меры Весов, в то время именуемая Пробирной. Инициатором ее создания был выдающийся ученый, создатель периодической системы элементов Дмитрий Иванович Менделеев, который, как главный хранитель главной палаты Меры Весов, обязал учредить в Харькове поверочную палатку. Сегодня наш город – ведущий метрологический центр Украины. Несколько далее, на углу улицы переулка Кравцова, прошлом Мордвиновского, в начале XIX века стоял деревянный дом купца Мордвинова. После открытия в губернаторском дворце университета, харьковские губернаторы, в частности Бахтин, переехали в дом Мордвинова, а сам участок стал называться Бахтиновским местом. Затем в доме размещался военно-сиротский приют. Позже классы переехали в город Чугуй. В честь императрицы Марии Александровны училище стали называть Мариинским. В 1870 году оно было преобразовано в женскую Мариинскую гимназию. Среди ее известных выпускников – народная артистка СССР и почетный гражданин Харькова Людмила Гурченко. Тыльной стороной на улицу выходит здание Харьковского государственного академического украинского драматического театра имени Шевченко. Улица продолжалась до университетского сада. Ныне это сад Шевченко. И по переулку Чириковскому выходила к Сумской. Со временем Чириковский переулок был включен в состав Рымарской. К Рымарской примыкают два знаменитых переулка в городе – нынешние Классический и Кравцова. В переулке Кравцова, а ранее Мордвиновском, находится Планетарий. А ранее это была одна из больших синагог в городе. А классический – знаменит книжным рынком райский уголок, где можно найти раритетные журналы, открытки, монеты и последние книжные новинки в разных отраслях наук и знаний, даже на других языках. Кстати, сам переулок Кравцова знаменитый тем, что именно там проживала великая актриса Людмила Гурченко. Если на Рымарской стали селиться в основном богатые люди, то где же стал селиться рабочий люд, окружавший богачей? Резонный вопрос. По большей части именно ухоженные фасады улицы скрывают маленькие комнатушки и флигели, где жили более бедные горожане. Два доходных дома, что под номерами 20 и 28, также стали жильем для менее обеспеченных горожан. Кроме того, в доме номер 28 размещалась и глазная лечебница профессора Бронштейна. Еще есть два здания на Рымарской, которые без труда узнают поклонники архитектурных объектов, возведенные харьковским архитектором Ржепешевским. Причем дома эти тоже были со своей изюминкой, не только архитектурной. Это были два первых в городе компанейских дома, аналог современных кооперативных домов, где квартиры были собственностью жильцов. Эти дома под номерами 6 и 19, а построены они были в 1912 и 1915 годах соответственно. Но с приходом советской власти от частной собственности не осталось и следа. Из комфортных квартир они стали густонаселенными коммуналками. Кстати, в доме под номером 19 в 1925-1930 годах проживал украинский писатель Хвылевой, незадолго до переезда в злосчастный дом Слова. Учитывая комфортабельные здешние квартиры, в этом же доме мог проживать и железный Феликс, Феликс Адмундович Зержинский, когда в 1920 году он работал в Харькове. Но доподлинно известно, что именно в 1925-1930 годах на этой улице он жил, а работал неподалеку на Мироносецкой номер 2. Но еще Рыморская известна и своими подземными ходами. В доме номер 23 в 1912 году поселился врач Марк Фрейман, отчего затем дом стали так и называть усадьбой Фреймана. Хотя вполне возможно, что он был потомком отставного поручика Исаака Фреймана, владевшего здесь соседним домом. Уже в 1913 году здесь образовался провал в земле, в окрестностях дома с подземным ходом. Уже во время Первой мировой войны, а затем и во время революции, часто этот дом использовали в связи с подземными ходами, для разных конспиративных мероприятий и засад. Некоторые исследователи этих подземных тоннелей утверждают, что там находится почти подземный город, который тоннелями и ходами соединяется с Покровским монастырем и проходят под Харьковской филармонией и даже ведут к берегу реки. Тем не менее, видимо, существующие подземные ходы так и не дают возможности сделать улицу более комфортной для автомобилей. На дороге постоянно образовываются ямы. В 1829 году в части улицы, примыкающей к университетскому саду, был построен дом дворянина Зарудного, дом номер 21. В 1858 году его арендовали для коммерческого клуба. Через некоторое время дом был выкуплен клубом. В 1883 году в здании произошел пожар. И в 1885 году архитектор Михайловский произвел его коренную реконструкцию и восстановление. В частности, был пристроен красивый зрительный зал. И с 1891 года здесь стала работать Харьковская опера. В 1920 году в этом доме был открыт первый государственный оперный театр. В 1990-х годах оперный театр перешел в новое, специально для него построенное здание по улице Сумской, а в старом здании оперы вновь реконструкция. На этот раз в связи с передачей здания в 1991 году городской филармонии. К сожалению, старина не только от достояния Рымарской, но и беда для многих ее жителей. Если углубиться во дворы, вид домов очень печален. Многие жилые помещения находятся в аварийном состоянии уже более 20 лет. Хотя деревянные лестницы в подъездах смотрятся очень здорово. И несмотря на то, что деревянные домики представляют историческую ценность, жить в них достаточно проблематично. Для всех влюбленных на Рымарской открыт в двери Ракс от Дзержинского района, который расположился в доме номер 28. Кстати, в 1930 году здесь состоялась свадьба легендарной Клавдии Шульженко. Какие бы тайны и подземные ходы не скрывала улица Рымарская, все же она имеет свою интересную историю, хоть и спряталась в тени главной улицы города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова